Значит, есть ли у Третьяковского, мы можем с вами встретить, любопытные стихи? Если какие-то гениальные строки проскальзывают у Ломоносова и у Сумарокова, и много любопытного можно обнаружить в русской поэзии XVIII века, то, тем не менее, такой уровень лирического освоения мира, какой мы застаем в поэзии Державина, был русской поэзии до того момента недоступным. С Державиным русская поэзия достигает сразу небывалых высот, вот тех выдающихся высот, которые ее выводят в разряд, ну, я думаю, одной из величайших поэтических систем мира. И, на мой взгляд, если у нашей культуры есть что-то такое за душой, чего, быть может, много у кого нет, так это наша русская поэзия, которая невероятно, ошеломительно, благодаря тому исключительно гибкому, эмоциональному, очень интонационно богатому языку, которым является русский язык. И вот уже у Державина вот эту какую-то его интонационную оснащенность мы обнаруживаем, что, в частности, выражается в том, что, прекрасно зная правила стихотворства, и, в сущности, прекрасно понимая, какими ритмами традиционно в классической поэзии следует писать, Державин, тем не менее, очень часто от этих ритмов отклоняется и создает размеры, просто вот как бы на коленке буквально, которые оказываются столь революционными, столь не укладывающимися в классицистические схемы, что ближайшие друзья Державина, типа Капниста, допустим, начинают пытаться его поправлять. Мы с вами увидим, как это будет происходить и каким печальным результатом это могло бы привести, если бы Державин поддавался этим уговорам и попыткам его поправить. Итак, Гаврил Романович Державин, он вообще был из татарского рода, его предок в XIV веке, Абрагим или Ибрагим, татарский Мурза, отъезжает к Василию Темному, получает от него некие награждения, принимает имя Ильи, крестится и становится родоначальником рода. Но еще не он сам, а его внук Алексей Дмитриевич Нарбиков, который был прозван Державой. Вот от Державы и идут эти самые Державины, которые были пожалованы вотчинами, располагавшимися в основном в Казанской губернии. Но надо сказать, что род... Следующий кадр, Слава. Вообще, купи, пожалуйста, вот эту штуку, это просто надо уже срочно делать. Значит, род, он разросся, и ко времени родителей Державина, а родители Державина, между прочим, были дальними родственниками. Значит, отец его Роман, он был сыном Николая Державина, у которого было странное прозвище, Девятый, вот этот самый Николай Девятый, и был дедом Гаврила Романовича, но, правда, не успел застать рождение внука. Гаврил Романович был вообще поздним ребенком в семье. То, что вы видите, это развалины часовни. Часовни, часовни честного креста Господня Воздвижения, которая находилась в селе Сакуры, в нынешней республике Татарстан. Есть подозрение, что именно здесь родился Державин, и в этой его часовне крестили. Следующий кадр, Слава. Но эти данные недостоверны, зато мы точно знаем, где похоронены родители Державина. Это, значит, опять-таки, в Лаишшевском районе, в селе Егорьево, церковь Богоявления Господня. Вот именно тут находится, слава Богу, нетронутая могила родителей Державина, Романа Николаевича и Феклы Андреевны Гориной, урожденной Козловой. Горина она по первому своему мужу. Роман Николаевич был ее вторым супругом, а вообще, как я уже сказал, они были родственниками. Так вот, имения к тому моменту были уже совершенно ничтожные. Не больше там полутора десятков душ крепостных было у Гаврила Романовича, у Романа Николаевича и у Феклы Андреевны. Также было несколько десятков крепостных. Имения были, прямо сказать, захудалые. Кроме того, существовали серьезные споры с соседями, которые, когда отца Державина не станет, вылились в долгие-долгие судебные разбирательства, потянувшиеся десятилетиями, когда соседи, например, мельницы поставили выше по реке, затопили Державинские луга, отцапали от имения Державиных значительные земельные угодья, и бедной вдове с трудом приходилось отстаивать свои права и права своих детей. Вот, должен сказать, что до сих пор на могиле родителей Державина сохраняется эпитафия, эпитафия, написанная их сыном. Ну, к сожалению, тут я просто совсем не вижу. Слава, можешь прочитать, что видно тут? Да, видно, что написано. Да, на плите. Вот такая эпитафия. Действительно, ну, что касается златы и серебра, тут можно поспорить, потому что Державин, в отличие от его отца и матери, умирает человеком, ну, просто достаточно состоятельным, хотя надо сказать, что в последние годы имение его находится в состоянии таком подвешенном, потому что, как недавно выяснилось, незадолго до смерти он влип в финансовую авантюру, и там вообще речь шла о том, что и звонку, и дом роскошный в Петербурге, может быть, придется продавать, но до этого он, слава богу, не дожил, ну, и потом все это утряслось. Но, тем не менее, те чины, те звания и, в общем, богатство, которого достигает Гаврила Романович, его родителям даже близко не снились. А вот что касается потомства, то Бог не дал ни в первом, ни во втором браке, ни у Державина, ни, тем более, у его брата, который двадцатилетним с небольшим юношей умрет, детей не будет. Ну, не говоря уже о сестре Державина, которая вообще умрет очень молодой. Следующий кадр. Ну, два слова про Гаврила Романовича, который с самого рождения своего демонстрировал весьма удивительные свойства. Во-первых, родился он ребенком слабым совсем, как я уже сказал, поздним был ребенком. И по некоторым данным, для того, чтобы поддержать, укрепить младенца, по обычаю тех мест, его, что называется, запекали в хлеб. То есть, обкладывали, значит, мекиной, не мекиной, а хлебной мякотью, и клали в печку, в буквальном смысле этого слова. Ну, уж как можно было выжить в таком природном инкубаторе, я не знаю, но он выжил. И надо сказать, что был жилистым и довольно крепким. Во всяком случае, сведений о том, чтобы он серьезно болел на протяжении всей его жизни, нет. Были, конечно, тяжелые моменты, но, во всяком случае, в отличие от своего брата Андрея, который был очень болезненным, подхватил чахотку, от которой умер, вот все это Гаврил Романович именовало. Первое слово, которое сказал Державин, было не мама и не папа, а было слово Бог, чем он исключительно гордился и считал, что это указывало и пророчествовало, что он напишет в будущем свою знаменитую оду. А произнес он это слово, глядя в небо и указывая своей маленькой ручкой на комету, которая появилась в небе. Мы с удовольствием потом в своих записках и вообще очень многое о Державине мы почерпываем из его собственных записей, к которым, правда, надо критически относиться, но, тем не менее, это так. Многие черты его биографии известны нам только по ним, по этим записям мы и узнаем. Встал вопрос, естественно, об образовании детей. И ситуация в этом смысле была плачевной, потому что отец Державина, естественно, не мог семью содержать на доходы со своих ничтожных имений и вынужден был служить. Был он военным человеком, и поэтому семье приходилось всюду следовать за ним в его гарнизонной жизни. Судьба забросила его в Оренбург, и вот там вот в Оренбурге маленький родя, не родя, а Гаврюша. Значит, он подчерпывает свои первые знания. Кто же его учил? А учил его ссыльный немец, русскоторжанин местный, Роза, который открыл в Оренбурге частный пансион. Учитель он был, естественно, никакой, потому что никакими сведениями ни в математике, ни в словесности не обладал. Единственное, только он, естественно, знал немецкий язык, поскольку был сам немец. По-видимому, обращался с детьми он очень жестоко, по крайней мере, в воспоминаниях своих Державин намекает на какие-то оскорбления, которые претерпевали дети, ученики, от руки этого самого немца. Но, поскольку все-таки немецкий язык он уж точно знал, то это служит потом Державину великую пользу, ибо Гаврил Романович наряду с русским языком свободно будет читать и понимать по-немецки. Это вот очень важно было в XVII веке, когда русская литература, и в особенности переводная еще литература, не укрепилась, и любой русский поэт, любой русский писатель мог полноценно существовать в контексте европейской культуры, только обращаясь к литературе французской, либо же немецкой. У Державина такая возможность была. Кстати, первые значительные его произведения, это читалагайские оды, в значительной степени являются переводами с немецкого языка от, не поверите кого, прусского короля Фридриха II. Правда, надо сказать, что сами эти оды в оригинальном виде были написаны по-французски, потом переведены на немецкий язык, вот в этом виде достались Державину, и уже с немецкого языка были им переложены, правда, вольно переложены на язык русский. Кстати, должен сказать, что большой вопрос, знал ли Державин, кого он переводит, потому что, ну, во всяком случае, мы точно не знаем, какое из изданий этих од на немецком языке было в его распоряжении, потому что в одном из изданий были косвенные указатели на философа из Сан-Суси, в котором, естественно, прочитывался Фридрих II, а в другом не было, и поэтому вот с Эткиндом мы как-то, помнится, обсуждали проблему, знал Державин или же не знал. И Эткинд, значит, утверждал, что все-таки, скорее всего, не знал, а супруга Эткинда, сидящая тут же за столом, говорила, что он в зависимости от настроения с одинаковой яростностью доказывает, что Державин знал, а в другом случае, что не знал, что это Фридрих II. В любом случае, это любопытно очень, почему? Потому что тем самым сама поэзия Державина, которая, конечно же, помимо всего прочего, была еще поэзией придворной, поэзией человека, который осознавал себя и свое творчество как служение государству в том числе, в этом плане, я думаю, что ему было бы важно вот эти самые отголоски находить в творчестве такого выдающегося европейского ума, как Фридрих II. И Фридрих II, конечно, был великим полководцем и не был великим поэтом, но, тем не менее, был человеком исключительной культуры, не случайно переписывался с Вольтером, не только переписывался, но и пригласил его к своему двору. Правда, это все плохо кончилось, но, тем не менее, интересы его были самые такие передовые, продвинутые. Во всяком случае, серьезного начального образования державин получить в Оренбурге не мог, и все время вставал вопрос о том, как же его и его младшего брата Андрея образовывать. Но безденежье и нездоровье отца постоянно вмешивалось в дело. Он повез сыновей в Москву, ну, дело в том, что в определенном возрасте отроки должны были смотр проходить. Вообще, они вплоть до довольно значительного возраста могли получать домашнее образование. Но должны были перед комиссией губернской в определенный срок быть представляемы и демонстрировать определенные знания. Так вот, когда отец повезет в Москву, Гаврила Романовича, у него будет намерение потом ехать в Петербург и устроить Гаврилу в сухопутный шляхетский корпус. Однако до Петербурга отец не доедет, денег не будет, они вернутся обратно в имение, вскоре отец выйдет в отставку и через буквально 7-8 месяцев умрет от чахотки. А после того матери уже будет совсем трудно с двумя, с тремя к тому моменту детьми на руках, когда и на похороны, в общем, сумму ей удастся собрать с трудом. Но открывается, наконец, правда, Гаврила Романовича уже довольно много лет, ему 16 лет к тому моменту, в Казани открывается, наконец, гимназия, практически после московской из доступных Державину, вторая. Следующий кадр. Возглавлять эту гимназию будет Михаил Иванович Веревкин, человек в высшей степени примечательный, потому что это один из первых наших драматургов. Ну, мы помним с вами, что к русской драматургии прямое отношение имел Сумароков, потом его ученики, последователи. Но вот Веревкин очень любопытный автор, потому что, в отличие от Сумарокова, классициста, он пытается создавать свои пьесы в новых традициях, ориентируясь на Бомарше, ориентируясь на Дидро. То есть, главным образом развивая такие жанры, как слезная комедия и мещанская драма. Человек, который много, много посодействовал развитию просвещения в России, был причастен к Московскому университету и фактически от университета и послан в Казань возглавить первую в Казани гимназию. Но ему пришлось довольно трудно, потому что оказалось, как всегда, что начинания грандиозные, а средств не отпущено. Средств до такой степени было не отпущено. Дай, Павел, следующий кадр. То, что мы с вами видим, это здание Казанской гимназии, но, к сожалению, вот не то, в котором учился Державин. Традиции остались. Был выстроен каменный дом, уже, правда, только в 1798 году, который потом в 1811 году был расширен, портик, в частности, надстроили купол над центральной частью здания. Но то, что вы видите, эта гимназия, она просуществовала долго, так она и была, Казанская гимназия, вплоть до начала 20 века. Но Державин учился не в ней, он учился в здании, которое располагалось в каменном думе генерала-майора Кольцова. И средств действительно отпускали настолько мало, что Веревкину пришлось обратиться к родителям учащихся для того, чтобы они присылали продукты, ибо кормить пенсионеров-гимназистов было не на что. Правда, надо сказать, что Веревкин, по-видимому, средства, которыми располагал, тоже расходовал достаточно свободно, потому что он был натурой поэтической, ему казалось, что гимназия должна быть таким центром культуры в Казани, в частности, поэтому устраивались всевозможные пышные празднества с фейерверками, на которые, видимо, уходило достаточно большое количество денег. которые могли бы быть потрачены на, скажем, то же самое питание учащихся. Надо сказать, что были сложности в педагогическом коллективе, как, в общем-то, это всегда и бывает. Выразилось это, в частности, в том, что, естественно, родители учащихся больше всего хотели, чтобы они были причастны к изучению чего, друзья? А? Ну, с тех пор ничего не изменилось. Господа учителя, скажите мне, пожалуйста, дополнительное образование, которое у нас сейчас заключается в основном по поводу какого предмета? А? Экономическое юридическое. Экономическое юридическое в школе, слава тебе, Господи, нет. Иностранные языки совершенно правильно. Вот сейчас родители прежде всего оплачивают английский язык. Абсолютно то же самое. Все хотели, чтобы их дети говорили по-французски. Но вот учителей французского языка не было. И поэтому одного был один, но одного было совершенно недостаточно, и пришлось из Москвы выписывать второго. Ну, попробуйте выписать второго, когда французов и в самой Москве мало. Поэтому оклад был положен ему огромный, почти в половину директорского оклада, что вызвало естественно тут же зависть и всякое искательство со стороны других учителей. Короче говоря, на Веревкино написали донос, против него устроили дело, и еще Державин не успел гимназию закончить, как директор сменился. Правда, надо сказать, что потом долгие разбирательства привели к тому, что Веревкин был оправдан. Он будет еще много работать на пользу русской культуры, и в частности, между прочим, я не знаю, вот этих данных в прямую нет, но, видимо, косвенно Державин с ним еще встретится. Дело в том, что после Пугачевского возмущения Веревкин будет прикомандирован к штабу Панина и заниматься будет принятием прошений о разорении имений дворянских в результате бунта. А поскольку казанское имение Державина было разорено вчистую, кстати говоря, в основном даже не бунтовщиками, а войсками государственными, которые фураж, провизию естественно брали не оплачивая в счет, значит, компенсации будущих. Компенсации были, но они даже близко не покрывали тех реальных расходов, которые пришлось Державину его матушке понести. Веревкин как раз разбирался со всеми этими делами и подозреваю, что какие-то контакты в итоге в 70-е годы у Державина с ним были. Пока же он гимназист, следующий кадр, он проявляет прежде всего успехи в таких предметах, как рисование и черчение, получает поручение составить карту Казани, а потом Веревкин отправляет Державина с небольшой командой гимназистов на археологические раскопки, между прочим. Они занимались тем, что раскапывали столицу булгарского государства на Волге Булгар, и, кстати говоря, не только план его пытается начертить Державин и зарисовывает какие-то там останки этого города, но и определенное количество археологических находок, которые потом оказываются у Ивана Ивановича Шувалова. Дело в том, что куратором гимназии назначается фаворит Елизаветы Петровны, Иван Иванович Шувалов, которому отсылаются лучшие работы учащихся. И вот, желая их поощрить, он высказывает свое благоволение и Державина за отличные успехи в черчении обещает записать в инженерный полк. С тем, что до окончания учебы он получает отсрочку. Однако, что-то не заладилось, почему-то Державин оказался записан в преображенце рядовым и ничего об этом не знал, вплоть, следующий кадр, до 1762-го, года, когда на российский престол вступает Петр III. Петр III сразу же в начале своего царствования требует всех отпускников полки, но пока известие идет из Петербурга в Казань, выясняется, что все сроки просрочены и Державин, который нежданно негаданно из гимназиста вдруг превращается солдат и преображенцы, отправляется в Петербург с большим опозданием. Ему, вообще говоря, грозит взыскание, пока ему не удается объяснить причину этой задержки. Дальше начинается то, что с полным основанием можно назвать украденными годами, потому потому что с 1762 по 72 год, то есть ровно 10 лет, Гаврила Романович будет служить солдатом преображенского полка, но другое дело, что в разных солдатских чинах потом он будет уже и сержантом, и капралом, но тем не менее надо учитывать, что положение его было двойственное. С одной стороны, будучи дворянином, он мог жить на частной квартире, мог снимать частную квартиру, жить в Петербурге, являясь только в полк на построение и на выполнение различных нарядов. Однако средств для того, чтобы снимать квартиру, не было, ему приходилось жить в казармах вместе с солдатами и с крестьян, которые, между прочим, жили там со своими семьями. И вообще Державин все эти свои молодые годы был погружен в такой полковой быт. Он довольно быстро заслужил хорошее отношение со стороны своих сослуживцев. Прежде всего по причине своей грамотности и бойкого письма. А поскольку очень многие из преображенцев солдат из крестьян в особенности были неграмотными, то оказалось, что он даже и может какую-то денежку свою получать за счет того, что составляет письма родным. Кроме того, это правда не сразу будет, а когда секретарем полковым станет Никлюдов, его приятель, бойкий слог Державина пригодится даже для составления реляций, рапортов и всяческих бумаг. Кстати говоря, по-видимому, Гаврил Романович не только стихи умел хорошо писать, но и бумаги, видимо, составлять был вполне гораст, что ему потом по административной части очень даже поможет. Но беда вся была вот в чем. Во-первых, когда он попал в Петербург совсем молоденьким еще солдатиком, он растерялся. Да к тому же еще, как мы знаем, летом произошло возмущение, следующий кадр слова, вот Петр Федорович со своей супругой Екатериной Алексеевной, а дальше целый иконостас ее возлюбленных, начиная с Сергея Васильевича Салтыкова, предполагаемым сыном которого, быть может, является Павел I и двух наиболее известных ее возлюбленных, Станислава Августа Понятовского, будущего короля Польши, и, наконец, Григория Орлова, который возглавит переворот и который потом станет фактически на некоторое время некоронованным государем России. Правда, надо сказать, что Екатерина Великая, она при всем фаворитизме, который допускала, по сути дела, власть никогда из своих рук не выпускала, и даже такой выдающийся государственный деятель, как Потемкин, которого называли царем Тавриды, царем Новороссии, он в конечном итоге, хотя сходили слухи, что он ее марганатический супруг, но так это или не так, скорее всего, все-таки не так, даже он имел на нее влияние только частичное. По сути дела, все важнейшие вопросы в государстве решала она. Так вот, следующий кадр, то, что мы с вами видим, это момент, относящийся к 28 июня 1762 года на балконе Екатерина Алексеевна, которая объявляет, что она берет власть в свои руки. Это момент переворота. Дальше слова. Следующий кадр, она очень любила этот свой портрет. Здесь она на своем любимом коне-бриллианте в костюме офицера гвардейского преображенского полка. Вот именно в таком обличии она во главе преображенцев и отправилась арестовывать своего мужа Веронейнбаум. Ну, пока все эти события происходили, надо сказать, Державин был как в угаре. Он совершенно к этому вообще не очень понимал, что происходит, потому что у него в этот момент случилась личная беда. А именно у него украли примерно 100 рублей, которые мать уж какими-то там усилиями последними скопила для того, чтобы у сына в далекой северной столице было какое-то содержание, какие-то возможности. их у него украл слуга одного из полковых офицеров, и только благодаря очень доброму отношению сослуживцев к Державину этого самого человека перехватили, деньги нашлись, но пока все эти для него животрепещущие моменты происходили, Россия вступила в эпоху нового царства. Вот дальше произойдет любопытная вещь. Державин все время будет рядом с Екатериной. Он будет ее постоянно видеть, потому что естественно Преображенский полк, гвардейский полк, ближайший, любимейший полк царицы, и она сама является полковником Преображенского полка, и он всюду ее сопровождает на коронацию, несет службу и охрану, особое ее величество в Петербурге. Он все время ее в общем видит, он все время где-то рядом. Но вот это рядом и одновременно далеко, потому что та самая богоподобная царевна киргизской айсадской орды, та самая фелица, в которую он потом будет буквально влюблен, ибо из нее создаст себе образ идеального государя, а надо сказать, что Державин был, конечно, таким фантазером, но фантазером в хорошем смысле этого слова. Дело в том, что он все время искал какой-то идеологической программы, он искал все время какого-то механизма, который позволил бы современному человеку, а надо сказать, что современный человек как раз в эпоху просвещения по сути дела и появляется. Он появляется после того, как в начале XVIII века происходит кардинальный слом представлений об обществе, о природе общества и, соответственно, о месте человека в обществе. Напомню вам, это будет связано с идеей общественного договора и с распространением философии просветителей. Мы к этому вернемся, потому что окажется, что это, между прочим, наряду с экзистенциальной темой жизни и смерти является центральной и одной из самых важных тем творчества Гаврила Романовича Державина. Так вот, почему Фелиция, почему она будет для него так необходима, так важна, почему он к ней будет тянуться? Потому что она будет для него воплощать тот зримый образ, ту возможность осуществления гармонии, которую он искал всю свою жизнь, социальной гармонии, прежде всего, воплощенной в живом человеке. Вот это и будет та утопия, которую он будет предлагать своей великой Оде Фелица и искать всю жизнь. Соединение с одной стороны высшего принципа истинной справедливости, абстрактного принципа, который должен быть реализован и прийти сюда, в этот наш мир, через совершенно конкретного человека. Вот эта фантастическая модель, фантастическая мифологема осуществления права и закона, как чего-то безличностно абстрактного, через человеческие черты конкретной, благородной, нравственной и мудрой личности, это и будет составлять ядро его политических и социальных воззрений, то, что он будет искать все время. Дальше мы с вами поймем, почему и как это разворачивается. Ну вот, это средоточие и ядро все время мелькало у него перед глазами, издали, а он, значит, солдатиком так на карауле и стоял. Кстати говоря, надо сказать, что опасно стоял, потому что за время своей солдатской службы три раза чуть было не погиб. Один раз его лютой зимой на карауле забыли, и ночку-то он на морозе отстоял. Надо сказать, что морозы, вы сами понимаете, зимой какие, чудом потом отогрели. Второй раз дело было в Москве, когда опять же ночью его отправили депеши по офицерским квартирам разносить. Москва не та, что сейчас. Света почти нет, сугробы в человеческий рост, стаи голодных собак. Он в теме не провалился в сугроб, на него собаки напали, едва палашом отбился. А третий случай вообще почти анекдотичный, но надо сказать, что для Державина очень свойственный, потому что он был человеком исключительно импульсивного характера. А дело было опять же ночью, когда его отправили осматривать помещение строящегося зимнего дворца. Он взял с собой фонарщика и стал бегать по этажам, забежал на третий этаж. Там одна дверь вела в часть дворца отстроенную, а другая дверь нет. Фонарщик замешкался, он взлетел птицей на третий этаж и остановился у проема. Тут в этот момент его снизу окрикнул товарищ. И пока он отвечал, тут успел подойти на площадку и Державин обнаружил, что стоит перед пропастью, потому что третий этаж тогдашний, это не сегодняшний третий этаж, да там внизу убитый кирпич, еще бы один шаг, и мы с вами сейчас не говорили бы о великой Оде Фелица, Бог и всех остальных великих произведениях Гаврила Романовича Державина. Вот так эта жизнь, как в общем-то и вообще жизнь человека, на таких вот ниточках и болталась. И много было случайностей. Надо сказать, что когда он попадает в Петербург, на первых порах он даже пытается завязать знакомство. Он отправляется к Шувалову, приносит ему вот те самые карты, какие-то артефакты, которые до него не дошли за отставкой Веревкина. Знакомится с целым рядом литераторов и художников в Петербурге. Даже, значит, начинает посещать какие-то собрания тогда еще не было, ну, дружеские встречи. С Тридиковским, в частности, он знакомится. Но служба, служба постоянная, которая не давала вести эти контакты в некую систему. И тогда, после прихода к власти Екатерины Второй, Иван Иванович Шувалов оказывается в полуопале, делать ему больше в столице нечего. Он продает свой гигантский, роскошный дворец, который мы с вами еще увидим, потому что, как ни странно, с этим дворцом отчасти ненадолго, правда, будет связана судьба того же самого Гаврила Романовича Державина в Петербурге и уезжает в длительное путешествие за границу. И вот в этот момент оказывается, что открывается некая возможность. Гаврил Романович просится к нему секретарем. Вот еще чуть-чуть и Державин отправился бы в Европу на долгое-долгое путешествие. Ну, представьте себе, что бы было. Вместо десяти лет солдатчины он в это время посещает Италию, видит уфийцы, научается французскому, итальянскому языку, погружается во всю среду европейской культуры. Можно только догадываться, каким бы фантастическим результатом это могло привести. Но беда вся в том, а он находится в это время в Москве, что он своей двоюродной тетке Блудовой об этом проговорился. А она, будучи дамой очень таких твердых православных взглядов, тут же его завернула, потому что Иван Иванович имел репутацию масона. И с ее точки зрения отпустить юношу с этим самым масоном в Европу, это погубить его душу уж точно и окончательно. То, что потом сыночек этой самой Блудовой в том же самом граде Москве закрутит своего родственничка в бесконечную кортежную игру, из которой Гаврила Романович ну буквально просто погибал уже, с трудом выберется. Это ладно, это ничего, это можно было. А вот с масоном Шуваловым за границу нельзя. Короче говоря, Державин так за границу и не попал, и никогда не попадет. Хотя будет даже мальтийским кавалером, между прочим, во времена Павла. Следующий кадр. Естественно, коронация императрицы в Москве оповлекла за собой отправку туда преображенцев. Державин участвовал во всем этом, а через некоторое время попросился в отпуск. Следующий кадр. Надо сказать, что, вот полюбуйтесь на форму преображенцев как раз этого периода, надо сказать, что, несмотря на вот эти 10 лет солдатской службы, у него были довольно длительные отпуска. Нужно было делами имения заниматься, это влекло за собою просьбу о длительном отсутствии в полку. а кроме того, он, надо сказать, и злоупотреблял. Злоупотреблял совершенно явно. в частности, в 1767 году Державин снова в Москве по случаю прибытия туда императрицы. Она приехала открывать комиссию по составлению нового уложения. Он получает отпуск, отбывает в Казань, императрица путешествует по Волге, и он является свидетелем встречи ее в Казани, пишет стихи нашествия императрицы в Казань и на маскарад бывшей перед императрицей в Казани и свою первую оду Екатерине Второй. Правда, надо сказать, что эти произведения тогда опубликованы не были. Возвращаясь в полк, он проезжает через Москву, мать ему дает с собой 100 рублей для того, чтобы он прикупил имение небольшое у соседей, но, как всегда и бывает, значит, с бумагами дела затянулись, он застрял, и тут-то как раз и попал в компанию своего двоюродного брата Ивана Яковлевича Блудова, как раз вот сына той самой Феклы Савишны, столь ревнительницы большой православных традиций, а самое главное, что Блудов водился с неким подпоручиком Максимовым, а вот это был откровенный Шулер, Шулер, бритер, авантюрист, и как-то незаметно для себя Державин, следующий кадр слова, затянулся. Кстати, вот долго я искал в интернете, все-таки якобы нашел русские игральные карты конца 18 века, как видите, они не сильно отличаются от наших сегодняшних, правда, у меня есть подозрение, что все-таки это фейк. Что это не совсем так, но вот тем не менее. Игра шла большая. Надо иметь в виду, что Державин во всю свою жизнь был исключительно страстным человеком. Вот чем бы он ни занимался, он в это уходил с головой. Поставил. сначала выиграл, как водится, потом проиграл, потом еще больше проиграл, потом он проиграл все сто рублей, которые мать ему дала, потом он занял деньги у своего двоюродного брата и проиграл их. И, короче говоря, застрял в Москве на целый год. Ему вообще головы бы не сносить, если бы в этот момент не случилось одно благоприятное для него, ну, то есть раньше оно случилось, одно благоприятное для него происшествие. Дело в том, что полковой писарь, который до того был врагом Державина, а врагом был он по простой причине, дело в том, что тот на него поносные куплеты написал, которые весь полк распивал. А вообще Державина главным образом за вот такие легкие куплетики не всегда приличного содержания. Его, значит, сослуживцы по полку любили. И вот на этом основании полковой писец, он его как бы не подавал ни на какие должности. Долгое время он так и оставался рядовым. Пока, наконец, на этой должности не оказался другой человек, ни Клюдов, приятель Державина, и тот его просто-напросто покрывал и вручал, и с этого момента рост чинов пошел в гору. Правда, очень долго все равно, до офицерского чина он, вот как я уже сказал, 10 лет будет служить. И тут Неклюдов просто его спас, потому что стоит длительное отсутствие, никаким образом извинить, естественно, было нельзя, и он тогда задним числом приписал Державина к московской команде преображенцев, ну, как бы якобы там он в некой продолжительной командировке, не выходя из отпуска, находится. Державин, как я уже сказал, целый год пребывал в таком состоянии, причем понятно было, что отыграться практически невозможно, он у приятелей своих научился всяким штукам, единственное, как в записках своих пишут, совесть до конца его не оставляла, и когда он видел, что имеет дело со всем жертолротым юнцом, то он старался не ощипывать его до конца, а иногда даже и предупреждать неопытных молодых людей, чтобы они в этой компании не играли. Но, тем не менее, было всякое, и в том числе, видимо, очень мрачное, потому что как-то раз им овладела чернейшая меланхолия, он просто понял, что он погибает, нравственно погибает в прямом смысле этого слова. Он был человеком вот странным в этом смысле, понимаете, вот когда какая-то мысль доходила до него, когда вот он что-то ухватывал, осознавал, он не откладывал это на потом, не отстранял от себя, не пытался заговорить. Это, между прочим, вообще решающее свойство в человеке. То есть, вот чем, я бы сказал, нравственный человек отличается от человека безнравственного. ну, естественно, не какими-то своими природными позывами. Природные позывы очень подвижны, они мало что решают, они пластичны и под влиянием обстоятельств могут приводить к самым неожиданным плачевным результатам. Нравственный человек, с моей точки зрения, прежде всего отличается тем, что он не пытается бывшее сделать небывшим. Он не пытается отменить, потому что это страшно или неудобно, то, что он реально понял. А что это значит? А это значит, что он честно смотрит правде в глаза. Вот это, собственно, и определяет нравственность, наша способность меняться перед лицом осознаваемой нами реальности. У него, по-видимому, в жизни бывали такие периоды, когда ему приходилось все переоценивать и переосознавать, потому что жизнь-то была при всей ее внешней блистательности трудная, и с потерями большими, и с разочарованиями огромными. И вот тут, в Москве, с ним происходит буквально следующее. Он впадает в чернейшую меланхолию, в чернейшее отчаяние. Он напишет стихотворение раскаяния тогда. Ужель свирепство все ты рок на мя пустил? Ужель ты злобу всю с несчастным совершил? Пристанешь ли меня теперь уж ты терзати? Чем грудь мою тебе осталось поражати? Лишил уж ты меня именья моего, лишил уж ты меня и счастья всего, лишил я говорю? И что всего дороже, какая может быть сей злоба злоба строже, невинность разрушил? Я в роскоши забав испортил, уже мой и непорочный нрав испортил, развратил, тьму скарец погрузился, повеса, мод, буян, картежник очутился, и вместо, чтоб талант мой в пользу обратил, порочной жизнью его я погубил. Я не буду дальше читать, потому что это, конечно, еще не те великие стихи, которые он будет писать потом, но хочу обратить ваше внимание на интересную особенность. Вот ни у кого из русских поэтов до этого момента мы даже в общем в таких, я бы сказал, неказистых стихах не слышали так отчетливо звучащей интонации. потому что когда он пишет «Лишил уж ты меня имения моего, лишил уж меня и счастья всего, лишил я говорю», то это не риторика, это не риторические приемы Ломоносова, это вот та абсолютно неподражаемая, откровенная, открытая интонация живого человеческого голоса, когда он в отчаянии обращается сам к себе. Несколько дней Державин и так и бывало всегда в отчаянные минуты его жизни, он закрывал дверь, занавешивал окна и сидел на протяжении суток один в темноте недвижность и как бы вглядывался в свою душу в себя самого. А потом, правда, надо сказать, совпало еще одно важное обстоятельство, дело в том, что в Москве чума начиналась как раз. Потом он решил, что все, что надо немедленно что-то предпринимать, что надо все бросать, каким-то чудом он занимал 50 рублей и бросился из Москвы в Петербург. Ну, надо сказать, что, правда, грехи наши тяжкие нас сразу не отпускают, поэтому по дороге он тут же эти 50 рублей проиграл и у него остался один серебряный рубль крестовик, матерью данный как амулет, как вот такой оберег, его он не решился на кон поставить, значит, до конца все-таки совесть не потерял. Но беда-то вся была в том, что распространение заразы привело к тому, что кордоны устанавливались и в столицу въехать было нельзя. То есть пропускали не только в одном случае, если все вещи, которые были с человеком, сжигали на костре. И Державин, у которого с собой был сундучок с рукописями, оказался в ситуации, когда выбора у него не оставалось, потому что ему просто не начато было есть. Если он не попадает в полк, ну вот дальше никак просуществовать невозможно. Вот в эту решающую минуту своей жизни все, весь скарг, который у него был с собой, вместе с рукописями, поэтому кое-что он потом по памяти восстановит, но вообще говоря, большинство ранних его стихотворных опытов остаются для нас неизвестными, потому что он их тогда сжег. Он бросает в костер и уже высвоясь отправляется в столицу. Кстати говоря, за это время произошло еще одно печальное событие. Дело в том, что в столице как раз он-то в Москву поехал, а брат его Андрей с напутственными письмами к Неклюдову он отправился в Петербург. Там тоже служил в полку, слабого было здоровья, зимой пушку таскал, надорвался, простудился, открылась чахотка, весной того же года его отправили в имение к матери, где он осенью скончался. Так Державин остался совершенно один. Следующий кадр. А вещи сжигали из-за чумы? Да, карантин был. Ну, вот Петр Васильевич Неклюдов, вот перед вами этот человек, человек, между причем, замечательный, самое замечательное, что и след оставил на фонтанке, сейчас можно наблюдать дом Неклюдова. Он как раз был полковым писарем, а потом занимал очень важные должности сначала полковой секретарь, не писарь, секретарь, а потом он станет и оберпрокурором правительствующего Сената, и тайным советником, это четвертый, по-моему, ранг, четвертый в табеле о рангах, Российской империи, и орденоносцем, как вы видите, и один из близких приятелей Державина. А почему еще близким приятелем, следующий кадр? Потому что Державин за него любовные письма писал к предмету его воздыхания. Сам Неклюдов, по-видимому, в выражении чувств своих на бумаге был не очень боек, и Гаврил Романович ему помогал. А влюблен был он Елизавету Ивановну Левашову, богатой наследницу, дочь капитана-поручика Ивана Михайловича Левашова, человека, кстати говоря, не случайного, потому что ему на долю выпало спасти саму государыню-императрицу, когда в имении Разумовского на нее, извините, потолок обрушился. Ему удалось ее, значит, выхватить вовремя из-под обрушающихся балок. Так вот, Иззавета Неклюдова, вы видите сейчас ее портрет кисти Боровиковского, она также была дружна с Державиным, и более того, когда Неклюдова не станет, а его не станет в 1798 году, вот этот портрет, который вы видите, уже поздний портрет, после смерти мужа, нарисован он, и она не перенесла, стала болеть, и через два года в 1800 году ее тоже не стало. Вот на что хочу обратить ваше внимание, дети, которые останутся, они оказываются на попечении Гаврила Романовича Державина, и более того, он будет вести дела опеки, точно так же, как он будет потом опекать своих малолетних племянников, детей Львова, точно так же, как он будет опекать имения, которые по тем или иным причинам останутся без совершеннолетнего владельца, многих других иногда совершенно чужих людей. Вообще, к началу XIX века окажется, что Державин обладает уже такой славой и таким доверием, что многие граждане будут обращаться к нему как к третейскому судье. Вообще, была такая форма, когда граждане, понимая, что ждать от государства быстрого решения вопросов, ну, у них могли быть имущественные тяжбы или любые другие проблемы, возникающие между ними, так вот, от государства, естественно, ждать разрешения этих проблем быстро не приходится. И они тогда выбирали некую личность, которой они доверяли, и которая лично была не вовлечена в то или иное разбирательство и обращались как к третейскому судье. Державину приходилось разрешать много таких дел и в общем большинство были довольны его праведным судом. И также он по делам опеки опекал большое количество несовершеннолетних, которые остались без своих родителей и надо было не чтобы их имения были не разворованы, не пришли в упадок и Державин замечательно с этим справлялся. Надо сказать, что его деятельность в этом отношении была столь масштабной, что даже был запрос со стороны Александра первого на этот счет, потому что начинали возникать вопросы насколько неподкупным и насколько справедливым он во всех этих обстоятельствах был. Но вроде бы никаких данных, которые могли бы указывать на корыстность Державина в этих вещах у нас нет. А хлопот было много, ему приходилось например каждый день до двух часов в день посвящать проблемам опеки. вот он в пять часов утра вставал и с пяти до семи каждый день как раз разрешал эти вопросы. В 5 часов утра каждый день вставал. А потом секретари приходили, но это когда он уже был министром юстиции, правда непродолжительный. Так, следующий кадр, я хочу посмотреть не сделать ли нам тут с вами перерыв. А давайте сделаем перерыв. опекуном детей Неклюдовой не было. Был. Получается, что в какой-то степени предок держали? Держали ваш предок в какой-то степени? Причем если Неклюдовы ваши предки держали в веках, получается, что в какой-то степени с ним врач строительства. Друг мой, я точно тебе не могу сказать по какой из линий очень распространенного разветвленного рода Неклюдовых вот Теоретически это возможно. Может быть. Так отдыхаем. В 1772 году Гаврил Романович наконец произведен в офицеры. Это дает ему возможность утвердить свой социальный статус. Он из казарм, правда, недалеко на том же самом Литейном проспекте перебирается на квартиру. По-видимому, у него возникает в этот момент мы ничего толком не знаем. Мы только знаем, что он живет на квартире госпожи Удоловой. Вдовы. А Ходосевич из этого делает вывод о том, что у него возникает возлюбленная, некая любовная связь. И по некоторым косвенным обмолвкам из записок самого Державина можно судить, что это действительно так. Но понимаете, да, он офицер, младший чин офицерский, да, он как бы немножечко приободрился, но по большому счету это ничего не меняет, потому что у него никаких связей нет, никакой протекции нет. И тут на его счастье, на несчастье российского государства, потому что если бы не это, то я думаю, что сейчас проблем с Турцией, по крайней мере, с проливами у нас не было бы. Ибо в итоге русско-турецкой войны скорее бы всего Константинополь России бы отошел. А не отошел он только по той простой причине, что Екатерине пришлось срочно войну заканчивать, ибо у нее в подбрюшье Российской империи началось Пугачевское восстание. Следующий кадр, слава. Значит, крестьянская война, самая настоящая война 1773- 75-го годов, ну, как вы догадываетесь, наверное, имела для политики государственной и всего остального самые решительные последствия. Ну, например, все либеральные начинания Екатерины практически были свернуты по той простой причине, потому что она вдруг как-то осознала, что да, конечно, можно с Дедиротом и Вольтером переписываться, да, конечно, можно и сатирические журналы издавать и все прочее. Вот почему потом она напишет про родящего бунтовщик хуже Пугачева, страшнее Пугачева, почему она фактически не просто размажет его, и дело будет вообще о казни идти и так далее. Потому что Радищев вот из этого самого крестьянского бунта сделал абсолютно свои четкие логические выводы. Мы поговорим еще потом о Радищеве, это очень любопытное явление, явление пахальное, я бы сказал, явление фантастическое, когда, мне даже трудно припомнить, когда это вот так талантливо было сделано, когда, взяв за основу всю идеологическую базу российской государственности, ну вот в частности оды Ломоносова, которые прославляют идею государственного служения, что он сделал? Он все это перевернул, он взял и всю эту гражданскую пафосность сконцентрировав на правил против самого государства. Вот теперь получилась удивительная вещь, что в России подлинно гражданскими чувствами обладают те, кто борется с государственной властью. Это сделает Радищев, причем сделает исключительно талантливый в своем, конечно, прежде всего путешествии из Петербурга в Москву, гениальном произведении абсолютно, потому что нету потом они будут все разночинцы в 19 веке, Чернышевские в частности и так далее, пытаться написать произведение, которое было бы с одной стороны абсолютной идеологией, выдержанной идеологией, а с другой стороны трогало бы сердца. Вот это сделал Радищев. Он написал путешествие из Петербурга в Москву, в котором все таким образом сделано, но это лучший образец пропаганды политической за все века неизвестной, когда читатель сам должен был приходить постепенно, заражаясь, потому что самое удивительное, что это сентиментализм чистый, вот что такое его путешествие, это блистательное произведение русского сентиментализма, так вот, заражаясь негодованием, читатель сам должен был приходить к тому, что пора устраивать бунт, эту самую власть свергать. Так вот, в чем была проблема? Екатерина столкнулась вот именно с тем, что потом Пушкин назовет русский бунт бессмысленный и беспощадный, потому что, что замечательно, никакой, естественно, политической программы у восставших крестьян не было, у них была только одна политическая программа, разграбить имение, поубивать всех помещиков, и правильного царя поставить на престол. Правильный царь это якобы Петр Федорович, который чудом спасся, то есть, этот самый самозванец Емелько Пугачев, и он-то теперь должен всех неправедных вельмож покарать и к ногтю взять. Ну, разгул действительно был чудовищный, обращаю ваше внимание, что когда восставшие взяли Казань, ну, не удалось как бы Кремль сам взять, там отсиделся, в частности, Потемкин, начальник Державина, сейчас мы увидим его портрет, о нем два слова скажем, но они разграбили собственно сам город, так вот, от Казани-то до Нижнего Новгорода просто был уже один переход, и если бы восстание заполыхало в Москве, в Подмосковье, в Центральной России, то трудно было бы себе представить, чем дело кончится, потому что, напоминаю, вся проблема-то была в том, что на ранней стадии восстания войск правительственных просто не было, просто не было, и перебросить сюда, вот почему пришлось по-быстрому, значит, заканчивать с Турецкой войной. В итоге лучшие генералы российские были направлены сюда, в частности Суворов, который сыграл очень значительную роль в подавлении Пугачевского возмущения. Пугачевский бунт, вот в данном случае это, между прочим, Василия Перова, картина, обращаю ваше внимание, Перова, который, как вы прекрасно знаете, был передвигаться художником и ну, понятно, что художником социальным. Тут тоже мы видим такую социальную картину, картину страшную, потому что это, естественно, расправа над помещиками, причем, когда мы говорим расправа над помещиками, надо понимать, что над всеми, в том числе, малыми детьми. Ну, в частности, только один пример приведу, касающийся непосредственно Державина, потому что, когда он будет направлен под Саратов, там будет такое крупное село Малыковка, кстати говоря, там государственные крестьяне, не крепостные жили. То есть, что такое государственные крестьяне? Это, в сущности, свободные крестьяне, которые платят определенную подать государству, ну, собственно, так же, как налоги, платим мы сейчас. А, так вот, именно это село, он делает своей базой основной, потому что у него задание организовать заставы, когда, значит, пугачевцев разобьют, то надо злодеев перехватывать, которые будут прятаться и спасаться. И при приближении войск Пугачева там тоже происходит возмущение. Возмущение кончается тем, что, естественно, пожгли и пограбили избы самых богатых крестьян, а казначея вместе со всей его семьей, в том числе с малыми детьми, утопили в реке. Поэтому расправа над помещиками это была расправа над всеми, в том числе малыми детьми. И понятно, какая власть могла прийти на смену, чтобы это было такое. Это вам даже не санкьюлоты. Вот. Но для Державина, повторяю, эти обстоятельства послужили, пошли на пользу. Хотя, надо сказать, что особых награждений за свою ревностную службу он не получил, или, во всяком случае, ему пришлось добиваться. Следующий кадр, давайте посмотрим. Ну, кстати, любопытная есть картина перед вами, да, вот она. Это царский портрет Пугачева, который в Бертах написан «Поверх портрета Екатерины Второй». Вот глазка, которая торчит у него из шапки, два глазка, это Екатерина Алексеевна выглядывает. Следующий кадр. А вот тут вот ему, значит, повезло. Дело в том, что он узнает о том, что командовать войсками по усмирению пугачевцев должен Александр Ильич Бибиков. Заслуженный боевой генерал, человек очень непосредственный. И вот тут вот случилось для него в общем замечательное обстоятельство, потому что он явился к нему с докладом, просясь в команду без всякой протекции. Это было абсолютно не принято. Бибиков был изумлен и сказал, что команда уже у него собрана, поэтому никто ему не требуется. Державин пожал плечами и отбыл высвоясь. Но искренность и горячность молодого офицера произвела на Александра Ильича большое впечатление. И поэтому в тот же вечер к нему был послан посыльный, он наконец был приглашен генералом и получил от него в общем достаточно любопытное задание, потому что Державин был прикомандирован не к армии, которая должна была подавлять мятежные войска, а к следственной комиссии, которая должна была организовать, во-первых, поимку убегающих и прячущихся бунтовщиков, а потом и расследование всего этого дела. Кстати, должен сказать, что Державин очень точно смотрел в корень и его рапорты, которые освещали события, ну, в общем, были не ангажированы. Он совершенно четко понимал, что хищническое отношение со стороны помещиков к собственным крестьянам и неурожайные годы, и вообще все сложности экономические, которые были, и непросвещенность народа, они и были теми главными приводными ремнями, которые все эту махину восстания и запустили. Он маниакально на протяжении всей своей жизни был борцом за справедливость, за справедливый суд против казнократства, против взяточничества, против неисполнения законов. Ну и надо сказать, что если брать законы, как они в идеальной форме должны были исполняться, то наше представление о крепостной зависимости было бы совсем иным, потому что это была действительно определенная форма хозяйственной зависимости, на тот момент, видимо, единственное возможное в России, по крайней мере, переход на какую-то другую, мы знаем, даже в середине XIX века, был тяжел. Можно себе представить, чтобы это было на практически век раньше. Хотя, видимо, надо было решаться. Как всегда, в России реформы оказываются запоздалыми. Но, тем не менее, если бы существовала определенная социальная ответственность, то, вероятно, и последствий таких бы не было. А последствия были, конечно, ужасающие. Надо сказать, что Бибиков оценил Державина, он хорошо о нем отзывался, он давал ему сложные и важные поручения, а Державин был, на самом деле, в деловом отношении человеком исключительно в рвении и расторопности. Ну, вот только сейчас мы с этим столкнемся с вами, только один пример, как он ведет себя в сложных обстоятельствах. Правда, надо сказать, что была одна черта, которая делала его абсолютно невозможным. Если он во что-то свято верил, то свернуть его с этого пути было абсолютно невозможно. Он шел до конца, он шел на любые конфликты, он мог быть страшно не сдержан. Ну, друзья мои, если он не постеснялся даже государыню-императрицу, топнув ножкой за мантилью дернуть, когда спорил с ней, так что ей пришлось Попова пригласить из передней и сказать, ты посиди-ка тут, а то этот господин много рукам воли давать стал. То, что уж тут говорить. С Павлом Первым они очень бурно выясняли отношения. В итоге Павел Первый даже отказался от того, чтобы сделать Державина своим секретарем. Ну, там был абсолютно прилюдный конфликт, после которого, честно сказать, вообще непонятно, как при характере Павла можно было оставаться не в Петербурге, а не быть отправленным в ссылку. Но вот замечательно, что он сказал одному из своих придворных, я, говорит, лучше не буду делать стать секретарем Державина, а то он горяч, я горяч, как бы мы с ним опять не поссорились. Вот. А ссориться Павел с ним не хотел по той простой причине, что Державин первым браком, между прочим, был женат на молочной сестре Павла Петровича. Он был женат на Екатерине Яковлевне Бастидон, которая была дочерью кормилицы великого князя Павла Петровича. А Павел исключительно ценил всяческие дружеские и родственные связи. Ну, достаточно сказать, как он нежно относился к своему брату графу Бобринскому, который был незаконным сыном Екатерины Второй. А, значит, все было бы неплохо и хорошо, если бы ни одно несчастное обстоятельство. Дело в том, что Бибиков достаточно скоро заболеет. в 1774 году Державин будет послан вот эту самую Малыковку, где должен будет организовать команду, как я уже сказал, по отслеживанию путей перемещения восставших. Следующий кадр, дай, пожалуйста. Дело в том, что бунт Пугачевский, он то разгорался, то затухал. Практически было три стадии этого крестьянского восстания. На первой стадии пугачевцы безуспешно правда осаждали Оренбург, потом восстание пошло на убыль, потом оно с новой силой разгорелось. Следующая стадия, Слава, дай следующий пожалуйста кадр, привела к тому, что войска восставших подошли под Казань, и наконец на третьей стадии к этому моменту Бибиков уже умрет, и возглавлять военную кампанию, ну там будет целый ряд назначенцев, но в итоге, следующий кадр, возглавлять военную кампанию будет граф Петр Иванович Панин, это брат Никиты Панина, воспитателя Павла Петровича, и видного дипломата, который в начале царствования Екатерины II играл при дворе значительную роль, более того, фактически возглавлял дворянскую оппозицию правлению Екатерины, и надеялся, что по совершеннолетию Павла власть будет передана ему. Брат его, Петр, был знаменитым генералом, вот именно он и будет возглавлять на последнем этапе, хотя к тому моменту уже очень многие, Михельсон, а потом Суворов сюда будут командированы, но в основном военную операцию будет возглавлять как раз он. И вот тут возникнет проблема, почему? Потому что если Бибиков одновременно держал в своих руках как бы и военную, и следственную часть операции, то на последнем этапе борьбы с Пугачевым эти функции разделили. военная операция была поручена Петру Ивановичу, следующий кадр, а вот что касается следственного дела, то его возглавил граф Петр Сергеевич Потемкин. Это был родственник Потемкина, фаворита Екатерины, и в этом смысле Державин как бы оказался между двух начальников. Это имело для него роковые последствия, объясню какие. Значит, ну, сначала давайте закончим с Бибиковым. Дело в том, что когда в 74-м году, он будет уже на Волге в этот момент, он в частности некоторое время проведет в немецких колониях. Напоминаю вам, что Екатерина вторая проводила активную политику по привлечению в Россию переселенцев немецких. И под Саратовом в частности возникла большая немецкая колония. Целая сеть немецких колоний. Вот как раз в одной из этих колоний при горе Чаталак, правда, надо сказать, что сейчас все пытаются определить, я долго в интернете искал изображение этого самого холма или горы, что-то так и не нашел. Поэтому я думаю, что мы до конца не очень себе представляем, что же это за место. Так вот, он там дважды был, сначала в 1974, потом через год он оказывается там, и у него как раз тогда ему попадает в руки вот та самая книжка от Фридриха Второго, о которой я вам уже говорил, и он сочиняет за два этих сезона, он создает так называемые Читалагайские оды, которые по сути уже говорят о нем как о талантливом начинающем авторе. Вот одна из этих од, написанная, кстати говоря, белым пятистопным ямбом, до него впервые использует этот размер русской поэзии, никогда до него не использовался, так вот это ода на смерть генерала Аншефа Бибикова. Тебя ли оплакивать я должен? О, Бибиков, какой удар! Тебе ли кипарисны лозы и мира я на гроб несу? Едва успел тебя познать и уже лишился роком лютым, погиб с печали разум мой, когда твои доброты вспомню, сердечно разверзаю раны и вновь терплю твою я смерть. Твои заслуги и почтенья к тебе от всей твоей страны уже стократно боли стоят, как нежели тебя забыть. У всех достоинства кто любит твой образ мысли будет вечен в нем ли сему снесется стон. Военно добродетель тужит, Минерва с россами крушится, любовь мой плач твердит. Увы. Я не буду читать вам все стихотворение, только последнюю его строфу. Оно большое. Он был искусный, вождь на бранях, совета муж, любитель мус, отечество ревнитель твердый, блюститель веры, правды друг. Почтен монархиней за службу, за дар ума, за добродетель, за честность друга своего. Он зло стереть, стерть в подвиге скончался. Вы ветры нынче веете тише, священный почивает прах. надо сказать, что вот эти стихи его, равно как и другие его чатологайские оды, они наполнены уже очень серьезным личным чувством, личным отношением. Это касается прежде всего этой утраты, но и других од тоже. Целый ряд из них были оригинальными, в частности на смерть генерала Бибикова, кроме того, ода, посвященная Екатерине Второй, она-то как раз не самая удачная. А вот переводные оды из Фридриха уже знаменовали некое новое качество, некое новое начало. Следующий кадр, просто перечислим их, это ода на ласкательство, ода на порицание, ода на постоянство, ода на мафтерпию. Кстати говоря, кто такой этот мафтерпию? Это очень забавная вещь. Это он так вольно передал фамилию Монпертьюи, известного просветителя, который при Фридрихе Втором был его во-первых конфидентом и адресатом его писем, а кроме того возглавлял академию специально в Берлине, в Берлин был выписан для того, чтобы возглавить прусскую академию наук. Так вот, да, ода на великость, на знатность, ну, а что, это все оды переводные. Значит, давайте прочитаем кусочек например, из Оды на Великость, которая совершенно явно пророчит будущую Оду Державина Бог. Живущая в кругах небес у существа существ из всех сущих, кто свет из вечной тьмы вознес и твердь воздвиг из бездн борющих тщель мудрости душа богов. На глаз моей звенящей лиры оставь гремящие эфиры и стань среди моих стихов. Светило красный небес, теперь ко мне не наклоняйтесь, дубравы птицы, звери лес, теперь на глаз мой не сбирайтесь. Для вас высок той песни тон, народы вас к себе сбираю, великость вам внушить желаю, и вы, цари, оставьте трон. Высокий дух, через все высок, всегда он тверд, что не случится, на запад, юг, полнощ, восток, готов он в правде ополчиться, пускай сам Бог ему грозит, хотя в пыли, хоть на престоле, в благой своей он крепок воле, и в ней по смерть как холм стоит. Обращаю ваше внимание, что интересная штука, с одной стороны, эта ода конечно не без Ломоносова, не без вот такой вот еще ломоносовской иодической традиции, ее риторичности, как бы такой заранее заданной высокости и так далее. Но вот любопытно, как эту самую высокость Державин будет притворять. Вот понимаете, у Ломоносова эта риторическая, формальная иодическая структура будет распространяться прежде всего на его похвальные оды. Похвальные оды, обращенные к императрице, похвальные оды, адресованные даже младенцу Иоанну Антоновичу, мы с вами об этом говорили. И вы помните, что по-настоящему как бы ломоносовская манера хороша была только тогда, когда он обращался к явлениям для него действительно животрепещущим. Ну, например, к северному сиянию, которое прежде всего вызывало сильные в нем чувства как в ученом, как в человеке, который пытается разгадать тайну природы и не может это сделать. Но вот Державин, который как будто бы здесь идет за ломоносом, хотя надо сказать, что заметьте, действительно эти стихи риторичны, в них мы встречаемся с архаическими формами лексическими, с пафосом, но вот той метафорики ломоносовской эмблематичности, как мы видели в его похвальных ходах, здесь нет. И постепенно оказывается, что вот эта риторическая заведенность, некая такая эмоциональная взвинченность, она обретает другое основание. Она как бы вытекает из личной затронутости, заинтересованности автора. Потому что вот он здесь рассуждает о великости, что составляет действительно величие человека, в чем он проявляется как нечто необыкновенное, замечательное. И уже здесь, заметьте, он говорит о следующем, что только истина, только близость к истине, к правде определяет значение человека и как бы даже его бессмертие. Он потом сам будет не очень, он издаст в 1974 году этот сборник, но когда Дмитриев, Иван Иванович Дмитриев, в молодости входивший в круг поэтов, посещавших Державина, когда он спросит об этих Четалагайских ходах, а Дмитриев-то разгадает очень рано, у Дмитрия вообще был замечательный вкус, он очень рано почувствовал величие таланта, который стоял за этими стихами, пускай стихами еще незрелыми. Так вот, когда он Державина спросит, то Державин придет в изумление, выяснится, что у него нет ни одного экземпляра уже этой книжки, и Дмитриеву придется предложить ему свой экземпляр, потому что он будет говорить, вот следующий кадр, дай, по-моему, там есть, да, значит, он написал об этом так, в стихах, помещенных в ней, при некоторых недостатках, уже показывалась замашка врожденного таланта, и главные свойства его, благородная смелость, строгие правила, и резкость в выражениях. Вот это было Державину исключительно свойственно, вот эта самая резкость в выражениях, резкость, которая выходила за условные рамки риторического пафоса. Вот он был такой. И вот надо сказать, когда я сказал, что он постепенно меняет базу, постепенно он меняет ту эмоциональную площадку, на которой возрастают эти стихи, то здесь мы наблюдаем как раз то движение, которое приведет его впоследствии к созданию его уникальной системы, базирующейся, это вот было удивительно, ничего подобного до этого не было в стихах русских, базирующихся на его личной заинтересованности, взволнованности, эмоциональности. И он сам это осознал, как основной принцип своей поэзии. И он сам в замечательном стихотворении «Лебедь», хотя оно есть просто перевод «Одой Гораций», нам-то всем памятник «Гораций» известен. А есть второй перевод «Лебедь» на ту же самую тему. Вот именно в этом стихотворении он и скажет про себя «Вон тот летит, кто строя лиру, языком сердца говорил». Вот это вот говорение языком сердца, то есть от сердца, от эмоции, от личной взволнованности и заинтересованности, друзья, это главный принцип лирики всякой, на место некому условному классицистическому пииту, который сразу в горные и выси воспаряет и оттуда вещает. Вот что главное сделает в русской поэзии Державин. И начнется это постепенно, как мы видим, еще с Четалагайских от. Теперь давайте вернемся и посмотрим карту предыдущую. Да, вот эту. Значит, вот смотрите, это третий этап восстания Пугачева. Как раз здесь Державину и пришлось сыграть довольно кипучую бурную роль. Вообще, надо сказать, что движение восставших протекало с одной стороны стремительно и абсолютно разрушительно, а с другой стороны, в некотором смысле, их наступление было довольно забавным, потому что оно, вообще-то говоря, было чистым отступлением. По пятам восставшим, вот они захватили Казань, всего на несколько суток захватили Казань, почему? Потому что по пятам за ними шла армия Михельсона. Поэтому им приходилось брать населенный пункт и быстренько откатываться дальше. Но вот это их откатывание было абсолютно разрушительным, потому что дальше они покатились по Волге вниз, вплоть до Астрахани они не дошли, слава тебе, Господи, но по пути они взяли и Саратов, и Дмитриевский, и многие другие населенные пункты. А вот Малыковка, она располагалась чуть выше Саратова. И Державин оказался здесь. Саратов тогда не представлял из себя губернского города, он входил в Астраханскую губернию, здесь был начальник местный. И проблема Саратова вся заключалась в том, что в отличие от Казани, от Астрахани, даже от Оренбурга, потому что Оренбург тоже пограничный город, у Саратови не было никаких укреплений. И тогда было совершенно непонятно, что делать. Вот Державин тут был представитель губернатора Башняк и Державин как представитель военной власти участвовал в совете, который решал судьбу города, потому что понятно было, что оборонять город целиком никакой возможности не представляется. Державин предлагал город оставить, соорудить быстро укрепление, в котором сосредоточить все силы имеющиеся и его пытаться отстаивать. Пока местные власти никак этого делать не хотели. Как всегда, авось не дойдут. Или вдруг откуда-то свалятся царевые войска. Пока они спорили, внезапно пришло известие, что пугачевцы уже захватили казацкую станицу, которая находилась в нескольких десятках верст выше по Волге. Державин возмутили, и она предалась бунтовщикам. Державин со своим лакеем, который потом, кстати говоря, при пугачевцах будет обретаться и вызвется поймать своего хозяина за некоторую значительную плату. Но так это ему не удастся. Значит, он выдвинулся к этой станице, но к тому моменту не только она уже вся взбунтовалась, но и войска Пугачева уже туда дошли. И это будет единственный случай, когда Державин это, естественно, мечтал. Вот он просто мечтал, ему это обязательно нужно было поймать Пугачева. Поймать Пугачеву это решить свою судьбу. Это выслужиться, это сразу выйти в самые передовые ряды. И судьба только один раз позволит ему к Пугачеву приблизиться. Но только бежать будет не Пугачев от него, а он от Пугачева, потому что как раз когда он со своим экипажем и несколькими сопровождающими приблизиться к этой станице, то разъезд казаков вместе с Пугачевым будут скакать за ним. Ему придется бросить экипаж и все остальное спасаться, спасаться, спасаться. Он доберется до переправы через Волгу. Ситуация будет такая, что крестьяне будут абсолютно ненадежны. Он проявит исключительную силу воли с двумя пистолетами заряженными, не сводя с них глаз, под угрозой, что пристрелит любого, заставит их переправить себя. Дальше он отправится в Малыковку, а в Малыковке в это время как раз произошло возмущение, о котором я вам уже рассказывал. Деревня взбунтовалась. К этому моменту у него будет небольшая команда, где-то так вот примерно 15-20 гусар с пушечкой. Кроме того, обстоятельства будут вообще катастрофические, потому что пользуясь полным безобразием, которое творится. Киргизцы еще из степей пришли, разграбили немецкую колонию, захватили полон 700-800 человек и угоняли его в степи. Понятное дело, они все потом должны были оказаться на рынках рабов в Хеве и Бухаре. Что делает Державин? Вот он один здесь, представитель государственной власти с пушечкой и несколькими десятками гусар. Дальше он устраивает целое театральное действо. Значит, он входит с этим своим отрядом в Малыковку, пушечку ставит на верхушке холма, палит из нее, страху наводит, значит, все гусары с шашками на голо, всех крестьян сгоняют, семерых зачинщиков он тут же вешает, дальше, значит, устраивает экзекуцию, перепорол 300 виновных возмущений, село было большое, тут же из них же набрал команду, вместе, значит, со своими гусарами и с перепоротыми крестьянами настиг киргизцев и отбил у них захваченный полон. Ну, просто герой, можно сказать, правда, потом про него слухи нехорошие распускали, что повесил он этих несчастных бунтовщиков из поэтического воображения. Ну, не знаю, какое же тут поэтическое воображение, а во всяком случае бунт был предотвращен. Державину, как он не мечтал, понятное дело, так и не удалось поймать Пугачева, а кроме того, в это время у него ожесточенные враги образовались, ну, понятно какие. Прежде всего, губернатор Астраханский, который донес Панину о недостойном поведении Державина, что он, дескать, с местным начальством споры вступал, не давал ему организовать оборону Саратова, из-за чего, естественно, Саратов был взят бухт над щеками, а Державин, вместо того, чтобы на оборону Саратова явиться, сам сбежал, я уже вам описывал, какие там были обстоятельства. Короче говоря, Панин против него был очень сильно разагитирован. Державин надо было с этим что-то делать. И поскольку ему нужно было предоставить доклад о произведенных им действиях прямо по начальству, то есть Потемкину, он по пути заехал в ставку Панина. Надо оценить характер Державина. Панин в лице перекосился, когда его увидел. он обедал с офицерами, Державин не был приглашен за стол, но тем не менее явился, сел с краешку. Панин его заметив, бросил салфетку на стол, встал и вышел. Державин догнал его в коридоре. Ну, представьте себе субординацию, значит, генерал-аншеф, все, что хотите, это мелкая сошка вообще какой-то там поручика. Берет генерала-аншефа за локоть. Тут возмущение говорит, что такое? Хочу объясниться. А дальше началось то, что Державин всегда, собственно, и пускал в ход. Как в своей Фелиции, как вообще во всех подобных обстоятельствах, как Бибик его начаровал. Он стал языком сердца говорить. Он стал говорить от сердца. Дело закончилось тем, что Панел был совершенно очарован. На следующий день он ходил под руку с Державиным. Ему вообще уже показалось, что вот он в его лице нашел верного последователя, друга, конфидента, что хотите. За стол. Все замечательно, все прекрасно. до того момента, когда Державин совершенно искренне воображая, что конфликт исчерпан, наконец заявил. А ваше представительство, так позволите мне ехать. Куда? Спрашивает Панин. А ситуация понятна, потому что два начальника, ревность, естественно соперничества. И тут вдруг молодой офицер, который языком сердца тебе тут говорил, вдруг ехать. Панин помрачнел и с того момента был лютым врагом Державина до самого своего конца. Державин поехал к Потемкину. Между тем мнение о нем, как я уже сказал, со стороны высшего начальства было составлено самое неблагоприятное. Потемкин дал ему какое-то достаточно дурацкое поручение. К этому моменту Пугачев был уже схвачен, но его опять отправили в колонию немецкую для того, чтобы он здесь производил розыск по поводу сторонников Пугачева. Здесь он окажется у горы Читалак второй раз, продолжит свои Читалагайские оды, тем более, что здесь он сильно-сильно заболеет и проваляется больным в горячке несколько недель. Возмущение закончится, Державину придется вернуться в Петербург и наряду со всеми награждениями, которые получат различные его друзья по поводу участия их в подавлении Пугачевского восстания, он вдруг обнаружит, что его абсолютно обходят, не замечают никак. А у него положение-то будет очень серьезное, потому что, я уже говорил, имение-то все в Казанской губернии, то есть это как раз театр боевых действий, когда непонятно, кто больше разоряет, то ли пугачевцы, то ли своя армия, которой, естественно, нужно питаться, нужен фураж и все остальное. Ему 8 тысяч рублей выделят, но издержек и всевозможных там потрав и всего прочего будет на сумму раза в три больше. Кроме того, в Петербурге откроется еще одно неприятное обстоятельство. Дело в том, дай нам, пожалуйста, следующие кадры. Да, ну вот, это сцена, когда к Панину приводят плененного Пугачева, прокламация, выпущенная правительством по поводу бунтовщика и сцена казни. На самом деле, это рисунок с натуры. Это Болотов зарисовал казнь Пугачева на Болотной площади. Следующий кадр. Следующий. 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 Да. И вот, сейчас я договорю, какие обстоятельства складываются. Обстоятельства неприятные. Дело в том, что в Дворянском банке Державин поручился за своего приятеля Маслова, который взял в Дворянском банке в долг больше 20 тысяч рублей и исчез. как поручитель Державин должен был выплачивать эту сумму. Надо сказать, что потом, когда все уладится, он даже будет в выигрыше, потому что часть имени Маслова отойдет ему в качестве компенсации. Но, тем не менее, ситуация для него сложилась исключительно тяжелая. Он стал тогда делать то, что он делал всегда – добиваться правдой. Правду он добивался совершенно умопомрачительным образом. Непосредственным его начальником был князь Потемкин, и поэтому, в частности, 11 июля 1775 года, когда князь сидел у себя в уборной, вдруг дверь распахнулась, и, несмотря на то, что ординарцы и лакеи пытались его остановить, туда влетел Державин, который подал князю письмо. В письме он писал «Вот обстоятельства под командую вашего сиятельства служащего офицера, для чего я обижен перед ровными мне, дайте руку помощи и дайте прославление имени вашему, сиятельнейший граф, он тогда еще графом был, милостивый государь, вашего сиятельства всепокорней всепокорней и послушней слуга Гавриил Державин». Короче говоря, он настойчиво требовал награждения. И оно воспоследовало. Его произвели в следующий чин, дали имение в Беларуси в 300 душ, и тут же уволили с военной службы за непригодность уконой. Правда, надо сказать, к этому моменту Державин в этих награждениях уже не очень нуждался. Как-то раз в счастливую для него ночь он сел играть в карты и выиграл около 40 тысяч рублей, благодаря чему он смог не только заплатить долги Маслова, но и урегулировать проблемы с издержками и бедами, которые свалились на его матушку, на его имение. Он завел наконец себе экипаж, снял приличную квартиру в Петербурге, а после того, как от государыни еще и получил 300 душ в Белоруссии, в общем, неплохо поправил свои дела, правда, он в свое белорусское имение еще не скоро поедет, но потом поедет, и к концу жизни у него вообще имения будут раскиданы абсолютно по всей России, и в Казани будут, и в Белоруссии будут, и в Новороссии будут имения и так далее. Вот. А жизнь устраивалась, он перешел в статскую службу, он стал служить в Сенате под началом князя Вяземского, и пришла ему пора что? Жениться. Вот на этом мы с вами сегодня и остановимся. в Сенате в Сенате в Сенате Продолжение следует...